Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам накануне сезона зимней рыбалки мушка, которая работает круглый год. Это из семейства Gold Head, которая все с золотой головкой. Собирательный образ мушки Red Tack. Для того, чтобы нам ее изготовить, нам понадобится крючок. Я использую крючок в данный момент. Вот F11, 16 номер. Вязать можно на любом, какой только вы захотите, но самая оптимальная рыбалка это 16 номера. Для дополнительной огрузки мне понадобится еще немножко промотать ровно середочку моего крючка с венцом. Добавим огрузку. Ровно посередочке до колечка мы не доходим. Остатки отрезали. Заправили наши концы. Промажем еще немножечко клеем и прихватим уже окончательно ниткой. Свинец можно не выравнивать обмоточкой, а сразу можно изготавливать мушку. Я беру остатки вот таких перьев и изготовлю хвостик. Хвостик можете изготавливать любым цветом, но оптимальный красный, оранжевый. Можно использовать и синтетическую пряжу, можно использовать и натуральный мех. Все, что вы захотите, найдете у себя под руками. Это не критически. Промотали. И держим перо в натяжечку. Отрезаем, оставляя совсем маленький-маленький вот такой кончик, где-то миллиметра 3-4. Вот так. И теперь нам понадобится немножечко пера, 2-3 бородки павлина, чтобы изготовить тело. Можно использовать синтетический даббинг, но я предпочитаю использовать перо павлина. Подровняем кончики, которые отрываются. Здесь же закрепим по всей длине. И для надежности крепления нашего пера, я буду его армировать ниткой. Вот так. И начинаем обмоточку прямо от хвостика, формируя хорошее утолщение по центру. Она должна быть у нас вот такой приблизительно формы. И здесь делаем парочку оборотов, сильно не заходим до колечка. Убираем перо, закрепили, остатки отрезали. Я беру по остаточкам. У меня оставалось перо вот такой цесарки. Вы можете подобрать практически любое перо. Даже вот, что у меня лежит на столе, взять немножко гризли, куропатку, что у вас будет немножко под руками. Я возьму небольшой пучочек. Отрежу. Буду отрезать вот так прямо с осью то количество пера, которое мне необходимо. Вот оно подравненное у меня. Теперь я собираю вот так кончики в одно целое. Поджимаю здесь и вымеряю длину. Длина должна у меня быть приблизительно до начала хвостика, до середины хвостика. Замерил. И теперь протяжной петлей я подхвачу. Подхватил, посмотрел. Очень даже достаточно. Немножечко еще подровняю. Вот так, да. И здесь уже окончательно я прихватываю, следим за тем, чтобы наша перышко не уходило ни влево, ни вправо. Я окончательно прихватываю. Вот так. Добавлю капельку клея на нить для того, чтобы закрепилось перо. Вот так. И остатки отрежу. Вот так. Теперь для того, чтобы убрать нам вот это место, которое у нас образовалось, шея, я возьму те же остатки, которые у меня остались длиннее и короче перьев павлина. И подмотаю место нашей горловинки. Можно дабингом, любым другим закрыть это место. Это не так существенно. и проматываю здесь. Скрываем следы наших злодеяний. Теперь подхватываю нитью. И уже окончательно промажу нить и сделаю завершающий узел. Остаточки отрезали. Промажем клеем. Клеем, лаком, как вам будет удобно, что у вас есть под руками. Но учитывая то, что рыбалка у нас несколько глубинная и рыбкам сильно нравится эта приманка, я стараюсь использовать так, чтобы это было гораздо покрепче, чтобы она выдержала хотя бы 20-30 хороших поклевок. быстро, удобно и качественно. И самое главное, что вот такая мушка любит ее и карась, и окунь, и красноперка. практически рыба, какая только лишь попадается, вся любит такого типа мушки, чтобы была выполнена золотым шариком и тело выполнено было у нас пером. Всего самого наилучшего. Желаю вам всего хорошего. Удачных рыбалок. До свидания.